Падает, 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 падает. Падает. Зараза. Сегодня отличный солнечный день и мы опять в центре Ванкувера, решили немножко погулять, поснимать город. Сегодня замечательная погода, тепло, 20 градусов. Посмотрим, насколько далеко мы можем уйти пешком. В прошлый раз мы снимали центра Ванкувера на телефоны в плохую погоду, сейчас погода гораздо лучше и мы можем снять город на новую камеру. Мы находимся в порту Ванкувера. Порт Ванкувер находится прямо в центре города. Здесь часто можно увидеть вот такие вот лайнеры, которые ходят отсюда. Здесь люди ездят в Аляску, на Гавайи, много других круизов. Как правило, лайнеры больше, чем 10-этажные. Надеемся, что и мы как-нибудь побываем на одном из этих лайнеров. Было бы классно съездить в Аляску. Да, было бы здорово, это наша мечта. Сзади нас находится парк, который называется Стэнли Парк. Это самый большой парк в Северной Америке, самый большой городской парк в Северной Америке. Основан он в 1886 году и с тех пор является гордостью Ванкувера. Здесь же в центре Ванкувера находится другая пристань. И здесь припаркованы частные яхты, частные катера. Вот, как вы видите, некоторые из них стоят не один миллион долларов. Да, некоторые из них выглядят очень роскошно. Но, собственно, в соответствии с тем, какие здесь квартиры и дома, которые здесь расположены, большинство зданий, которые находятся на берегу, это здания жилые. И в них квартиры достаточно дорогие, которые стоят, ну, естественно, больше миллиона. Есть, конечно, квартиры, которые стоят подешевле, но в основном те квартиры, которые с шикарным видом на горы и океан, они стоят достаточно дорого. Ну, вот, соответственно, паркуешь здесь свою яхту, идешь в свою роскошную квартиру и ужинаешь с шикарным видом. Да. Просыпаешься, пьешь кофе с видом на горы, спускаешься, садишься в яхту и уплываешь в океан. А вот здесь вот это называется рыбацкие домики. Это домики на воде. Люди там реально живут. Даунтаун Ванкувера является одним из самых красивых даунтаунов в Северной Америке. Расположен в шикарном месте на берегу залива, и он является самым зеленым центром города в Северной Америке. То есть здесь чудесное сочетание зелени и современной архитектуры. Здесь просто, когда гуляешь, глаз радуется. И здесь очень много туристов гуляет. Да, здесь очень много приезжих, в то же время и местные очень любят гулять, особенно по набережным, потому что вид здесь шикарный, здесь пахнет морской водой. Да, например, в отличие от Калгари, где выходные народу практически нет, здесь весь народ как раз собирается в выходные. Здесь очень много туристов, люди гуляют, люди наслаждаются погодой, люди дышат морским воздухом, смотрят на горы. Вот, очень много туристов с Америки, США. Да, очень много. Очень много вообще людей, которые разговаривают на разных языках, вот, потому что люди сюда приезжают из разных стран. Вот, мы слышали очень много европейских языков. И вообще сюда приезжают из Восточной Канады, то есть мы слышали не раз куебекскую речь. Самое интересное, когда видишь антарийские или куебекские номера, то есть это означает, что люди, приехали... На машине? Да, с противоположного побережья сюда, вот. Мы, конечно, тоже сделали этот путь из Ванковера в Монреале мы приехали, из Монреале в Ванковер мы приехали на машине, вот. Но это просто удивляет, когда видишь... Когда видишь номера из других провинций, особенно откуда-нибудь, действительно, из Онтарио или из Куебека, потому что путь-то все-таки долгий. Итак, у нас в Ванкувере выставлен экспонат Сальвадора Дали, танец времени. Вот такие вот экспонаты у нас есть в Ванкувере. Всем привет! Мы опять в даунтауне Ванкувера. Сегодня у нас встреча с одной русскоязычной парой. Да, которых мы никогда не видели, но мы надеемся познакомиться и узнать друг друга поближе. Да, они переехали из Вены, насколько я понял, да? Да, ну вот мы узнаем. Очень интересен, да, их опыт и впечатления в Ванкувере. Да. Встреча у нас будет вот в этом ресторане, Коктус Клаб. Пока! Пока! Вот мы только что вернулись со встречи с ребятами. Ребята оказались очень классные, мы очень классно провели время. Да, и спасибо ребятам за чудесный вечер, если они смотрят нас. Да. Вот мы случайно оказались в Западном Ванкувере, и поэтому мы решили... Прогуляться по набережной, потому что здесь очень красивые закатные краски, то есть солнце садится, и очень красиво. А мы редко сюда попадаем, потому что живем совершенно в другом районе, и очень здорово, что мы сюда попали, поскольку здесь очень приятно прогуляться. Да, подышать свежим воздухом, насладиться вечерними красками, очень классно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, на сегодняшний день мы закончим вот с таком красивом месте. Вот с такими красивыми видами. Сегодня очень получился классный день. Вот мы погуляли по набережной, заехали на озеро. И оказалось, что на озере не так много народа, как здесь обычно бывает. Вообще мы сегодня здесь одни. В общем, это хорошее место, чтобы закончить сегодняшний влог. Да. Всем пока. Что еще стоит по ОКР? Да все, наверное. Да.